МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во-первых, мы ждем физических лиц. Они могут получить любую информацию, которая касается налогообложения. То есть это и порядок исчисления налогов, это может быть где-то уточнить, какое имущество имеется в собственности, где-то представить документы, чтобы налоговый орган предоставил льготу. То есть, собственно, по личным вопросам можно обратиться. Скажите, это во всех отделениях, либо только в управлении? Нет, день открытых дверей проходит во всех инспекциях, и во всех территориально обособленных подразделениях он проходит по всей России. Расскажите, вот сейчас конец сентября, у нас что близится, какие налоги, до какого числа нужно? В этом году мы платим налоги, имущественные налоги за 2013 год. Это налог на имущество, квартиры, дачи, любая недвижимость. Это земельный налог за земельные участки и транспортный налог. Срок уплаты у нас единый, 1 ноября, но в связи с выходными днями он у нас немножко переносится до 5 ноября. Продлевается. Да, ну немножко. Я буквально на прошлой неделе сходил, транспортный налог заплатил. Могу сказать, что это очень удобно. Подносишь к терминалу просто штрих-код, и он сам тебе все пишет. Считывает. Не нужно ничего заполнять, никакие вот эти вот миллион цифр писать. Женя спит спокойно у нас. Нет, кстати, неспокойно сплю, потому что у меня в питанции написано, вдруг получаю транспортный налог. Ну, кстати, информация к размышлению. У вас есть недоимка, что-то там 285 рублей, и на нее уже пение какая-то. А что за недоимка? Куда это платить? Как узнать? Откуда она возникла вообще? То есть это, скорее всего, недоимка за прошлые годы. Видимо, где-то либо уплатили меньше, либо не уплатили. Возможен вопрос, что налоговый орган произвел какой-то перерасчет. Вот с такими вопросами как раз лучше всего идти в день открытых дверей. Инспектор посмотрит и все объяснит, и с какого периода возникла недоимка, и почему... И квитанцию выпишет, да? Квитанцию обязательно выпишет. Потому что, насколько я знаю, что нельзя просто платить на счет налоговой службы, потому что потеряется этот платеж, там обязательно по каждому налогу, по каждому платежу это отдельные какие-то счета. Да, по каждому налогу свой код бюджетной классификации, и поэтому приходит одно уведомление, и несколько квитанций. То есть каждый налог надо заплатить по своей квитанции, по определенным реквизитам. Что такое личный кабинет налогоплательщика? Да, мне интересно. А личный кабинет налогоплательщика, он заменяет поход в инспекцию, в нем можно узнать всю информацию о себе. То есть чтобы этот личный кабинет для себя открыть, надо один раз прийти в налоговый орган, чтобы получить код доступа к личному кабинету. И потом прийти домой его поменять, это связано только с требованием безопасности, потому что содержится вся информация. Там информация и об имуществе, и о доходах за предыдущие три года. А через сайт госуслуг можно самостоятельно отслеживать? Да, через личный кабинет можно расплеживать состояние. То есть там и представление декларации своих, и все имущество, и доходы. А через сайт госуслуг можно посмотреть только сумму задолженности, но она будет общая по всем трем налогам. А в личном кабинете видно, и с какого периода начислен налог, и с какая сумма, и как рассчитаны пени. То есть это все видно в разрезе налогов. Ну, о сроках вы сказали, до 5 ноября сдача всех вот этих уплаток. Нет, это не сдача, это именно уплата. Нет, ничего сдавать не надо. Сдать надо только документы, которые могут подтверждать льготу. Ты, например, если стал пенсионером, то есть у тебя появилось пенсионное удостоверение, надо с ним прийти в налоговый орган и написать заявление, чтобы инспекция на будущий год, допустим, предоставила льготу по имущественным налогам. Только по имуществам. Вот пенсия, допустим, дает льготы по каким налогам? Пенсия дает льготу в полном объеме только по налогу на имущество физических лиц, по земельному налогу в некоторых муниципальных образованиях, допустим, есть льгота, в некоторых муниципальных образованиях льгота также, кроме пенсионного удостоверения, привязана, может быть, к возрасту, к наличию работающих членов семьи, к прописке. По транспортному налогу льгота предоставляется пенсионерам только на один автомобиль мощностью от 100 до 150 лошадиных сил. Все-таки предоставляется только на один. У нас пенсионеры, у них обычно гараж разных автомобилей. Вот знаете ли, разные бывают пенсионеры. То есть, если интересует информация по льготам, ее можно также получить на сайте налоговой службы, имущественные налоги, ставки, льготы. А онлайн-сервис? Это онлайн-сервис, да. Побольше расскажите, как они работают и какие? Чтобы доступ к онлайн-сервисам осуществляется непосредственно с сайта налоговой службы, то есть не надо идти ни за каким паролем в инспекцию. Вот можно узнать ставки, льготы, можно оформить ту же самую квитанцию, сформировать квитанцию на уплату налогов. Можно зарегистрироваться, допустим, в качестве индивидуального предпринимателя. Можно узнать определенную информацию об организациях, с которыми вы работаете. То есть зарегистрировано, не зарегистрировано, кто является учредителем. Ну, достаточно много полезной информации. Я тут с удивлением узнал, у меня друзья, которые имеют много имущества, жилье, несколько квартир, автомобили, платят много налогов. Как выясняется, они налогов-то платят меньше, чем я, потому что они разбираются во всех вот этих налоговых льготах. А я, ну, как бы платил, платил и не знал, что есть вычеты. Вот в день открытых дверей люди, придя, смогут узнать, какими налоговыми и льготами они могут обладать. Да, для того, чтобы только узнать, это необходимо принести все документы, которые есть, чтобы второй раз не приходить в налоговый орган, чтобы инспектор сразу же посмотрел документы, объяснил, что можно иметь, имея такие документы, что можно получить. И при необходимости, если вдруг возникнет необходимость, то можно заполнить декларацию для получения имущественного вычета. Видимо, ваши друзья как раз пользуются имущественными вычетами. Да, 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 ну вот буквально вот на пальцах. Полечили зубы, допустим, все это вычитается из налогов. Люди знают свои права, Жень. В музыкальную школу ребенка отдали, вот эти вот секвитанции собирают, это тоже вычитается, оказывается. Да, только надо иметь договор, обязательно. И секвитанции. Да, все квитанции и копию лицензии обязательно. Давайте еще раз. Либо образовательные услуги, либо медицинские. Проговорим, какого числа, куда можно обращаться, чтобы узнать все о своих налогах, о своих льготах, о недоимках и так далее. Обращаться можно 27 сентября, это суббота, с 9 до 6. Также день открытых дверей будет проходить 25 октября, также с 9 до 6. А вообще, в принципе, обращаться можно в любое время. Кроме того, по вторникам и четвергам мы работаем до 8 часов. И вторую субботу мы также работаем, каждую вторую субботу месяца, до 3 часов. Поэтому, в принципе, можно обращаться в любое время, мы всегда открыты. Спасибо. Марина Рябова, заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области, была сегодня у нас в гостях. Прямо сейчас реклама, затем будем вновь спрашивать вас о ваших страхах, о ваших фобиях.